И так, еще раз для ориентира, 178 баллов Фернандес набрал за произвольную в Сочи на финале Гран-при, 177 баллов в 12,11, практически в ровне набрали там Ханю и Токаха, сейчас 169,39. Вот примерно тот уровень, представляете, дорогие друзья, да, уровень конкуренции в Японии. В финале Гран-при в этом году были и Токахика Казука, и Тацуки Мачидо, да, Токахита Мура там не было, при этом Мура становится третьим на национальном чемпионате и попадает в сборную на турнир четырех континентов и на мир. Вот это да. Ну, в общем, смотрим, Фернандес на Европе набрал 186 баллов, но Бжезина проиграла ему 23 балла. То есть примерно нужно ориентироваться на сумму в 175-180 баллов. Я думаю, при чистейшем прокате Ханю и Токахаси способны набрать 180. Ну, сейчас посмотрим, на что способен Тен. Вчера он не стал прыгать четверной тулук в короткой программе. Седьмой он после первого дня соревнований. Он проигрывает Рейнольдсу всего ничего в 29-сотах. Заход он четверной. Драйной это? Только драйной. Вместо 10 баллов и 3 десятых в базовой стоимости он получает только 4 балла и 1 десятую. Но с плюсами. Вот она сильнее поддается. Лучше хорошо, Таня. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Талантливый парень, способный фигурист, прекрасно чувствует музыку, артистичный, харизматичный, хорошо подготовлен хореографически, но вот при всех его задатках, при всем его таланте, не знаю, мне кажется, что изначально то, что ему дано вообще природой и заложенной школой, это фигурист первой пятерки мировой. Но для этого надо прыгать четвертым парень. Да, физические данные, там что-то, знаете, что-то желание опережает, мне кажется, немножко. Желание хорошо прокататься, желание хорошо исполнить элементы, немножко опережает какие-то, знаете, возможности пока еще, мне кажется. Ему хочется очень хорошо откататься, просто видно по выходу на лед, по подготовке к программам, видно, что Денис очень хочет, старается собраться, но не получается, к сожалению. Вот смотрите, какое падение, выехал, все практически, но не вынес ногу назад и такое падение на спину. Очень обаятельный фигурист и хорошо смотрится на льду. Да, он с детства тренировался в Москве, в школе, в ЦСКА. Ну вот, Елена Водорезова-Буянова, основа техника, Татьяна Анатольевна Тарасова работала, я знаю. Я думаю, что вот основа техника, когда была положена там, в ЦСКА. Да, но затем в 2010 году произошел разрыв, сразу после Олимпиады, и Елена Водорезова-Буянова тогда заявила, что их союз прекратил существование. После этого Денис выступал на чемпионате мира, в общем, практически без наставника, а потом уехал в США и сейчас работает с Фрэнком Кэрролом. Это не Фрэнк Кэррол, сами понимаете. Фрэнк Кэррол – это тренер Ивана Лайсича, у многих других фигуристов, но из последних самых именитых Олимпийских чемпионов Ивана Лайсича. Лори Никол Хореограф. Ну, то есть такая, знаете, тренерская элита. Очень низко, 119-21, это второй десяток. Это очень слабый результат. Ориентироваться надо на 160, но вот его личный рекорд 153. Да, где-то 12 место у него будет.